Мои хорошие, всех приветствую! И вот прежде чем начать писать картину, я хочу вам сначала показать то место, ту местность, где я буду писать пейзаж. Да, это удивительное место. Наверное, у нас у каждого есть места, близкие нам сердцу. Здесь я много писал этюдов, пейзажей, и здесь прошла, так скажем, моя юность. И, конечно, поэтому места родные. Сейчас осень, и, знаете, приезжая сюда, удивительно, что ничего не меняется, меняется наша жизнь, меняются события вокруг, вообще меняется история, все меняется. И вокруг здесь ничего не меняется. меняются, может быть, только какие-то столбики, домики. Ну и для меня, наверное, важное всегда будет важным. Если и меняться, то, конечно, в лучшую сторону. И стараться как-то позитивно мыслить, и стараться нести какой-то свет. А свет можно нести. Можно за счет творчества, культуры. И, конечно, пускай эта капелька та небольшая, но которая несет какую-то радость в себе и дарит людям свет. Немножко свет. Сейчас я продолжаю движение по этой дороге. И, знаете, как интересно, что здесь то, что вы сейчас увидите, в одночасье, ближе к концу видео, поменяется состояние природы вокруг, цвета изменятся, краски будут яркие, буйные, красивые. И это прямо, знаете, какая-то сказка. Потому что как удивительно солнце потом может все вокруг окрасить. А сейчас посмотрите, как красиво показан горизонт. Какая здесь тишина. И вот эта тишина нам и дарит какое-то, знаете, душевное умиротворение, душевное спокойствие. Вы приходите в какую-то гармонию с собой. Потому что вы наедине. Наедине сами с собой. А иногда это очень важно. Это важно для каждого из нас. Так вот побыть. И потом, знаете, как-то зарядиться природой. Зарядиться этой энергией, которую нам дарит Земля. Матушка Земля. Листики уже все меньше и меньше. Их становится все меньше и меньше. И это тоже, знаете, ощущение того, что готовится природа к Земле. К такой белой, к белой и красивой. Как одеяло потом накроет все. Все вокруг. И будет все беленьким-беленьким. А сейчас мы видим воду, которая красиво отражает небо. Несмотря на то, что вот вроде бы серость сейчас такая, да. Посмотрите, сколько богатых, насыщенных цветов. Как удивительно по краям зеленый цвет сохраняется. Яркий еще такой, да. Какой-то держится даже летний. И как вдали мы видим уже осень. Да. Как ярко все. Как все насыщенно. И вот я сейчас поднимаюсь дальше на холмик. Мне нужно очень важно, знаете, вот это ощущение пронести в себе. И потом, чтобы создать пейзаж, конечно же, я буду делать уже быстрый скорость. Просто потому что мне нужно впечатление. Я должен его прожить. И мне, конечно, непосредственно нужно было быть в этом месте. Возможно, я бы сделал и такой пейзаж вот в таких тонах. Но когда я из этого места выходил, вы позже увидите, как все моментально меняется. Как будто бы это другой день. Как будто в одном дне два дня. И это, конечно, просто уникально. Да, вы знаете, это место сейчас, конечно, заселяется. Но все равно куски красоты вот тут и остаются. И остаются те дома, в которых люди жили много-много лет. Да, и можно сказать, что целый век. Вот посмотрите на этот роскошный, красивый дом, который здесь стоит в этом месте уже много-много-много лет. Я еще его помню в детстве. И, конечно же, вот эти окна, которые я не раз писал с отражением и дневного неба, и даже ночного. И вот внезапно просто голубое небо. В этом же дне все начинает преображаться. К вечеру вдруг проясняется, вдруг появляется яркое солнце, красиво освещаясь стога. Вот эти тени от этих стогов. Ну просто, просто все вместе сливается. Посмотрите, те же пейзажи, которые вы видели сейчас до этого, в одночасье меняются. И вот обратно я возвращаюсь, знаете, с какой-то такой теплотой в душе. И, конечно же, мне именно эта теплота, которая так во мне сейчас глубоко, что вот ее хочется наружу, да. И хочется показать, показать ее изнутри. Показать, как я могу, как вот художник, на листе. И вот я иду к этим лучам солнца, которые еще греют. Несмотря на то, что осень, эти лучи солнца вас греют, согревают вашу душу. И вот эти вот, знаете, последние листики на некоторых деревьях, которые так тоже местами остаются. Это просто, конечно, волшебство. Какие они разные по цвету. Как это все очень приятно и мило сердцу. И вот сейчас я вот в этом месте как раз буду делать пейзаж. Вот этих вот полей, леса, местами вода. Посмотрите, те же пейзажи. Я только-только в начале видео вам показывал, как я шел. А сейчас я буду начинать пейзаж. Я веду работу по акварельной бумаге. Веду я ее по сырому. То есть, начинаю сразу без предварительного наброска. У меня очень сильно намочен лист. Бумага 350 плотности. И я сразу начинаю с неба, частично касаясь земли. Как видите, сейчас соединяется у меня и небо, и земля. Я сразу стараюсь поймать горизонт леса, где он должен быть. И, конечно, показываю низ, там, где будет дорога. Наверху у меня ультрамарин, охра. По серединке желтый, оранжевый. А внизу фиолетовый с марсом. И немножко тоже коричневый, светло-коричневый. И вот по сырому мне дает возможность бумага вот эти красивые делать растекания. Очень, мне кажется, для меня всегда, знаете, очень живописно, когда вот так вот иногда по-сырому может получиться очень красиво и живо. Когда сама бумага, сама акварель, она какие-то вещи делает за вас, да, и по-своему. А вы только вкладываете в эту душу, в сердце, желание, желание вот это изобразить. Вот этот самый пейзаж, я пытаюсь его внести в свою работу. Конечно же, я немножко его приблизил. Конечно же, это не стопроцентная натура, потому что мне это не нужно, друзья. Потому что здесь главная душевная составляющая пейзажа. То, что художник все-таки, он не копиист природы. А он все-таки смотрит через свой призм, да, через свой внутренний мир. Через то, что ему дорого, близко сердцу было в этом месте. Или просто даже место, которое ему очень полюбилось. Вот. А сейчас для меня важно, конечно, чтобы небо было в этом пейзаже и оставалось светлее, чем земля. А земля будет все-таки у меня немножко темнее. Я стараюсь сейчас насытить свою работу сочными яркими красками, которые у меня в памяти были. Потому что, знаете, самое главное, чтобы в памяти оставались вот эти первичные цвета, которые вы увидели, почувствовали, да. Чтобы не было этой надуманности, я, кстати, всем советую всегда писать, стараться в ближайшие дни, после того, как вы увидели ту или иную красоту в природе. Либо это портрет даже, либо это ночью морд, не важно. Нужно стараться это изобразить сразу. Потом, когда у меня бумага подсохла, я нанес еще несколько слоев местами в небо. Потому что бумага, она сильно впитывает, конечно, цвет в акварели часто угасает. И вот остаются мне немножко сделать штышочки. Это пару будет домиков, которые находятся на вот этом вот пригорке, лесном пригорке. Что, конечно, очень приятно было изображать. Вот мой пейзаж подходит к концу. Я вношу некоторые детали, столбики. Здесь даже я внес немножечко белью. Мне вот так захотелось. У меня есть акварельное белье. И как-то вот получилась такая интересная душевная вещь. И, кстати, я в самом конце добавил еще один фрагмент, который вы сейчас увидите. Это велосипедист. Потому что как-то давно я сам по этой дороге ездил на велосипеде. И это мне тоже было очень по воспоминаниям близко и дорого. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. С вами был художник Федор Зачев.